МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казенов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета. Доклад называется «Производственное основание советов, истоки и перспективы». Да, производственное основание и советов. Но из марксинга мы знаем, что и у любой власти производственное основание спрашивается, в чем дело. И я понял, что современные наши исследования, проблемы, поиски, они помогают осознать прошлые проблемы. Другой стороны, ответы на некоторые прошлые проблемы позволяют найти ответы на современные. У меня примерно так получилось. В том числе интересный вышел такой сюжет на конференции 11 августа. Один из выступавших, лидер одной из партий республик, говорит, «Так советы известны еще с Корана». Значит, Мохаммад говорит, «Шурах – главный орган, то есть совет, главный орган управления общины». Вот, ну, на что я потом, когда я выступал, вспомнил, «Да что вы, еще до Мохаммада у древних греков совет-то был, значит, Булэ – совет царей». Даже совет царей был, не говоря уже о советах Афин, там, или каких-то других городов. Дело не в совете. Совет наш, о котором мы говорим, он имеет принципиально иную основу. Тоже производственную, но другую. Здесь выступают не собственники производства, а работники производства. Это совет рабочих депутатов. Не аристократии, да, не царей, не собственников, а рабочих, работников. И первые-то они так и назывались – совет рабочих депутатов. Это потом стали, значит, советы трудящихся, а потом еще и советы народных некоторых депутатов. А в народе, из народа там понатолкались, значит, те, кто побогаче, те, кто сделал карьеру там, и забыли про рабочих, оторвались от производственной основы, потом оторвались от партии, от основного костяка партии, значит, повисли там воздух, и, конечно, за Горбачевым, за этим политбюро уже народ не шел, поэтому они ничего не могли сделать. И 19 августа 1991 года показало, значит, что они с трясущимися руками говорят какие-то неконкретные вещи абстрактные, ничего не могут сделать. Я уж не говорю о том, что старцы. Когда пришла к власти советская власть в 1917 году, и Владимир Ильич там был самый старший, 47 лет, а средний возраст в политбюро – 38 лет. Вам сколько? Значит, 35. Ну вот, пора уже. Готов. Значит, в чем дело? Дело в том, что и саму общину, видимо, и общественность, значит, мы недостаточно конкретно, и в науке, я понял, недостаточно конкретно понимаем. Общину, и все дискуссии в исторической, в этнографической науке, они идут вокруг общины крестецкой, территориальной. Тогда как я понял, что общины разного вида есть, и каждой информацией соответствует свой вид общины. В этом смысле и у Маркса, вот я раньше не видел немецкой идеологии, а Маркс пишет, что, значит, вот эта община, первобытная даже, она уже позднее покоилась и на рабах. А рабовладельское общество, оно и покоится на двух общинах. На общине городской рабовладельцев, которые совместно держат государство. Государство – это граждане, 30 тысяч афинян, и они держат в своих руках 400 тысяч рабов, или там ремесленников и гостей, которые не граждане, которые не входят в общину. Они вот там в своих родовых общинах остались, в лучшем случае в артелях там хозяйственных, у них вот эти, трудовые общины. Значит, и вот этот момент общественности, общинности, он идёт и дальше. Из родовой, вот в эти эксплуататорские форматы, значит, общинность становится территориальной. И, скажем, и раньше я писал в своей книге, что реформы Клисфена, они привели к тому, что от родового деления афины пришли к территориальному. И вот эти территории, они стали называться-то филы, продолжали называться филами, тогда как на самом деле, филы общины по-гречески, роды по-гречески, тогда как на самом деле уже деление государства, афин, было территориальным, роды прекратили играть вот эту управляющую роль. Также и в сельском хозяйстве, значит, труженики, они тоже перешли к территориальной организации, к территориальной общине. И она сохранилась, значит, вплоть до 20 века. И, скажем, в какой-то мере и сегодня, скажем, территориальная округа, они показывают, что, значит, государство заботится о размежевании территорий. И даже Энгельс ещё одним из важнейших признаков государства выделяет территорию, административно разделённую территорию. И действительно, даже в нашем вроде бы цивилизованном обществе на межах, на дачах, в квартирах, из-за квартир, кстати, вот только что был очередной случай убийства в Москве, значит, в парковках, во дворах идёт очень жёсткая борьба и до сих пор погибает народу. Поэтому территориальное вот это деление, оно в государстве, значит, имеет очень важную роль и поэтому одна из важнейших курсов государства. И выборы территориальные по территориальным округам. И в конце капиталистической эпохи возникает новая общинность, новая общественность, а именно профсоюзы могут создать нечто, что помогает им воспроизводиться без собственника. И Ленин указывает на этот момент, что рабочий класс начинает создавать ассоциации, коллегии, значит, или профсоюзы зарождаются вот в этих коллегиях. Почему? Потому что само производство их здесь организует, связывает. Им остаётся добавить немного элемента организации. Они начинают заботиться о самовоспроизводстве. Теперь, выбивая зарплату, они начинают заботиться и о детях, и не только о своих, но и о сообщих. А уж советский строй, он, значит, детьми, воспроизводством детей, воспроизводством подрастающего поколения, начинает заниматься государственным оборудованием. Марс говорит, что семья становится подчинённым отношением в тех обществах, да. А в советском социалистическом обществе оно тоже не главное отношение, главное политически, экономически. Но это одно из важнейших экономических отношений, воспроизводство детей. А это и есть община или коммуна. Причём Ленин в государстве революции конспектирует там Энгельса, вспоминает Энгельса, вспоминает, что Энгельс там затруднялся. То ли затруднялся, то ли думает на тему, что ведь старое было хорошее, там немецкое слово Гемайншам для обозначения коммуны, а у нас это слово, значит, община, а органы у этой общины – совет. Ну и обращая вот эту вот конструкцию на развитие советов и советской власти, значит, сразу видно, коммуна, она начинает всеобщей формы, то есть она пытается взять государственную власть и сделать сразу всеобщую общину, то есть государственную. Проходит анализ этой ситуации. Марс уже в критике годской программы 4 года спустя говорит, сразу вы не возьмёте, ребята, будет переходный период, и этому переходному периоду соответствует революционная диктатура политориата. Период целый, и мы теперь знаем, что он прошёл у нас 20 лет. Значит, к 1935 году была построена коммуна, то есть частная собственность была ликвидирована, построена вот эта всеобщая коммуна. Ещё зародышевая там, с недостатками, неустойчивая, но всеобщая коммуна. Значит, а в 1905 году они берутся за, не за всеобщую, а после Марсовских в Казани своего опыта, а за особенную коммуну, то есть город, городскую, в расчёте на то, что будут и другие города. Но вот я считал в своё время, у меня получилось там в 17 городах, в 1905 году были коммуны такие городские, советы городские. А вот сборник тут вышел, и я его цитирую в статьях. Значит, до 50, оказывается, было городских советов в 1905 году. Это и были совокупность особенных форм, особенных общин, которые объединившись, дают всеобщую государственную форму. Теперь, Советский Союз как зарождался? Он и зарождался как Союз Советских Республик. То есть там были уже советы организованы в отдельных государствах. А СФСР, Союз Советский... Союз Советский... РСФСР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Федерация – это и есть союз. Союз общин. Союз Советских Республик. Теперь, в 1924 году присоединились Федеративная Закавказская, разделилась на конкретные республики, стало 6 республик. К 1936 году было уже 11 республик. К 1940 году было уже 16 республик. И этот процесс, он был открыт. Устанавливаете советы, соединяетесь здесь, и вот вам растет уже международная община, международный коммунист. Но почему-то после войны вроде бы социалистические революции произошли, а советы не возникли. И переходный период, то ли он завершился у них, то ли не завершился. Как-то вот это осталось, неопределенность. И мне кажется, что вот мы эту неопределенность должны снять, должны дорешать этот вопрос. Потому что я чувствую, буржуазная наука, она этого не сделает. Значит, что как там? Получается, что они, в общем, застряли на форме буржуазной демократии. Ну, раз она буржуазная демократия, то вчера вроде были большевики, и сегодня пришла другая партия, ну, по-другому будем. Раздадим эту собственность, значит, в руки тех, кто вроде ей недавно владел, там, 30 лет назад. Или 40 лет назад. Значит, поэтому советская власть – это единство всеобщего, особенного и единичного в коммунах. Или коммун всеобщий, особенно единичный. На производстве это первичная коммуна. Она выбирает или профсоюз, который может ее организовать и защищать ее интересы. Или выдающийся русский народ, раз его не успели организовать в профсоюзе, он сам начал создавать так называемые рабочие кабинеты, из которых потом и родился высший совет народного хозяйства. И Ленин там, и у партии была большая проблема, как соединить вот эти рабочие кабинеты, фабричные кабинеты с профсоюзами. Почему? Потому что профсоюзы же имели свою структуру всеобщую, а эти еще только вырастали в 17-м году. И там были трения. Ну, вот более-менее разрешили. Фактически, это и есть союз трудовых коммун. Причем, перечитывал в этой связи антидюринг недавно и наткнулся. Раньше этого не замечал, что Энгельс дискутирует с Дюрингом по поводу так называемых хозяйственных коммун. Хозяйственные коммуны – это и есть первичное производство. Просто Дюринг их понимает как собственников, а Энгельс ему разъясняет, что если это собственники, то это будет тот же самый капитализм. Они не собственники, а коммуна, вписанная в особенную коммуну региональную или городскую, и вообще в коммунную государственную. Ну и перспектива тут совершенно ясная, и мне кажется, недавно хорошо это сформулировал Михаил Васильевич, что в общем мы идем к Международному союзу Советских республик. Было 16, я думаю, скоро восстановится 16, а потом будет еще больше. Поэтому, отмечая нынче столетие Великой Октябрьской социалистической революции, мы ясно видим перспективу. Вот, и я желаю товарищам, чтобы они дожили до 110 и становятся и далее в годовщине, и увидели бы вот этот рост Советских республик, руководимых пролетариатом всех стран, как и написано на нашем знамени лозунг. Спасибо. Спасибо.